После прорыва теплотрассы на чердаке дома по улице Пироговская 7.9 вода стекала аж до первого этажа. По словам местных жителей, водопадом лилась вода и по стенам, и по стеклам, как настоящий дождь. Пострадало как минимум две квартиры на пятом и четвертом этаже. К моменту приезда нашей съемочной группы ЖЭК никак не отреагировал. Трубу отопления прорвало во вторник утром, но второй день после отключения города от тепла люди вычерпали воду ведрами и их било током. Учитывая, что в квартире на пятом этаже живет инвалид, паника охватила всю парадную. Все плавает, телефон плавает. Я выпишу на лун в таком состоянии. Мне соседи принесли какие-то простыни. Нам постучался сосед. Он плакал, кричал, бегал. Еле-еле. Мы посмотрели, у них там просто с потолка водопадом течет все. Мы запустили соседа, начали его успокаивать, накрывать полотенцами, пытались позвонить его жене. Вода текла просто водопадом. Пришел сосед снизу. Попросил, мы как-то вскрыли этот чердак, взломали, потому что ключа тоже не было. Он замотал тряпками трубу, чтобы не сильно так текло, чтобы не водопадом прямо просто как-то стекало. Роздався стукит у дверей. Я вышел, никого не было. Я бачил, что ливень идет просто по парадні. Я перейдался в то, что не шкода. Вибег, побег спочатку в ЖЭК. В ЖЭК и сказала, что уже жінка прибегала. Якась поведомила про це. Вони там уже кудись позвонили. Все будет хорошо. Прибег назад. Ничего там, ніяких майстрів не приходит. Самі це якось, ну там, дзвонимо при разных инстанциях. И думаємо, как робити. Сусіди вскрили грище, замотали трубу пристарадлом. Але воно тільки через декий час, як я розумію, воно вже майже все вытекло. Тоді воно вже само перестало йти. Люди сразу обратились в ЖЭК, но несмотря на оперативность жителей, сантехник не спешил. Пришел почти через час. К тому времени пострадавшие уже сами устранили течь. В одной из квартир обвалился потолок прямо над спальным местом. Вещи буквально плавали в луже. Я, когда зашла, на меня лился дождь. Просто буквально дождь, как из речета. В какую комнату не зайдешь, все равно льется дождь. Значит, я тут же подключилась, стала, ну, как можно выгрести воду. Значит, там она, получается, выше щеколотки там даже уже почти до колена доходила. Ванна была забита, потому что с антресолей. Там вода лилась с глиной вместе. Когда она высохла на полу, слой глины. Значит, в другой комнате, где мы спим, стоит диван. Значит, ночью обвалился кусок потолка. Хорошо, что там, значит, у нас лежали ноги. Не голова, а ноги. А то можно было бы тебя убить. В ЖЭКе сообщили, что этот участок теплотрассы ранее ремонтировали. Прорыв образовался, скорее всего, на стыке со старой трубой. Также коммунальщики объяснили, что авария связана с так называемыми испытаниями. Проводились гидравлические испытания котельной. Наши задвижки все были закрыты на дома. Получается сильное давление, и вот такое произошло. Придерживались ли всех норм, когда проводили эти испытания? Ну, испытания не мы проводили, проводила котельная. Проводила котельная. Мы со своей стороны позакрывали запорную арматуру, которая была в наших домах. Этот участок трубы заменен. Вот, и жители это все видели, что там новая труба. Вот, учитывая, что там был ремонт, и заменили этот участок трубы. Как это произошло? Прорвало на стыке старой трубы и новой. Тем не менее, людям пообещали помочь с ремонтом квартиры. По восстановлению квартир этих людей? Да, мы общались, мы общались и с верхней квартирой, которая больше всего пострадала, 90-я, кажется, ее номер. Пообщались, нашли общий язык с жителями, и будем там, окажем им посильную помощь. По словам местных жителей, теплотрасса в этом месте прорывает впервые. Ранее была течь канализационной трубы, но некоторые квартиры до сих пор не восстановили. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».